Мамеры, которые автоматически делают нас красивыми? Ага, да-да-да, да-да-да, да-да-да. Наташа, я думаю, что вы же знакомы, вы там не можете поставить. Да-да, можно оно будет такой по-свойски, неофициально? Да, можно, да, официоз вот этот вот. Да по-свойски так, да, естественно. Живенько, живенько. Я не смогу, у меня не хватит в образе, вот это я долго не смогу. У меня это такая... Так, поехали. Так, все. Так, Оксаночка, ну, конечно, я приветствую в первую очередь тебя на нашей замечательной российской земле и в таком прекрасном городе, как Санкт-Петербург, и, конечно, на нашем Оазис-фестиваль. Очень рада, что ты приехала, я думаю, что все твои поклонники, и не только из нашего города, а в принципе россияне, рады твоему приезду и приехали на наш фестиваль специально для твоих мастер-классов и для твоего выступления. И, конечно, первое, что хотелось бы спросить, это как ты пришла в танец «Живота», в «Болидэнс» и, ну так, о твоем пути в этом танцевальном направлении? Ну, раз мы начали с приветствия, я тоже хотела вас поприветствовать и поблагодарить за приглашение. На самом деле, я очень рада. Это мой первый фестиваль за долгое время. Я не приезжала в Россию, вот, уже третий год, и я очень рада, на самом деле, быть снова на родной земле и работать с нашими девочками. Это действительно одно удовольствие, потому что они у нас очень сильные, уровень очень высокий, они умницы-красавицы, поэтому я вам очень благодарна за еще такой новый, не новый, но еще один опыт, скажем так, с нашими девочками. Спасибо большое. Мой путь, путь, путь на самом деле был очень долгий, не скажу, что легкий, но все, мы не будем рассказывать сейчас. Я скажу так, что... Такие вихи, вихи. Вообще, танец был всегда в моей жизни, насколько я себя помню, танец был всегда. Я с Северной Осетии, с Северного Кавказа, и у нас народные танцы танцуют везде. На свадьбах, на всех мероприятиях, и с детства я, любовь к музыке, танцам, она присутствовала уже во мне, поэтому я с детства танцую. Еще я танцевала на родном ансамбле, это было буквально, наверное, с 9 лет, вот. И я уже где-то, наверное, ближе к 12 годам, я поняла, что, наверное, я буду этим заниматься профессионально. И я пошла в ансамбль, и вот оттуда все и началось, если вы спрашивали, в общем, о танце, да. Ну, скажем, ты предварила мой следующий вопрос. В принципе, действительно, почему из всех танцевальных направлений, которыми ты занималась, все-таки выбрался belly dance, и действительно ты занималась. А вот этот вот путь именно в belly dance, какой он был? Вот, ну, понятно, что у всех он был не всегда легкий, где-то тернистый, где-то удача, где-то неудача, но такие основные вехи на твоем пути в belly dance. Сразу скажу по поводу неудачи и удачно, я, слава богу, наверное, удачливый человек, потому что у меня не было каких-то действительно сложностей. Вот я иногда слышу, кто-то голодал, деньги собирал там на что-то, нет, слава богу, мне повезло, меня всегда поддерживали и родители, и как бы путь был достаточно легкий. Вот, скажем так, я помню то мгновение, да, когда я именно увидела впервые танец живота, я очень хорошо помню этот момент, я была в восьмом классе с восьмого на девятый, это было летом, и у нас было какое-то мероприятие в школе, и была такая, такой у нас педагог был Гаяне Шавердова, я до сих пор помню из Армении, девушка. Она нам преподавала танцы народов мира, и в этот день она решила нам станцевать танец живота. Я не знаю, почему, но до этого момента я никогда не видела, может, потому что я жила в селе, и на то время интернета не было, мало очень информации было, в общем, я никогда не видела танец живота. И она вышла на сцену в этом волшебном костюме с этой невероятной какой-то волшебной музыкой, и я просто потеряла дар речи. Я уверена, что это была любовь с первого взгляда, потому что с этого момента я действительно поняла, что я хочу так же, и я без этого не смогу жить. Просто мне надо, я хочу, я тоже хочу. Вот в тот миг он вошел в мою жизнь и больше оттуда не вышел. Здорово. На самом деле, действительно, это редко так бывает, чтобы человек, занимаясь другими танцевальными направлениями, хорошо подготовил, как говорится, свою душу и тело, и вступил вот на путь уже выбранный, да, в танце живота. И потом по этому пути воли-дэнс так радужно и по восходящей прошел. Это классно. Бывает же полное соответствие души и... И тела, и возможности. И возможности тела, вот. Мне кажется, вы знаете, я еще, я переехала из Осетии в Москву, наверное, потому что мне не хватало места, мне было мало свободы. А в наших национальных... Я безумно люблю наши национальные танцы, но там это немножко... Не немножко, это совершенно другое. И в плане эмоций, показа эмоций, они довольно сдержанные. А танец живота, именно вот он такой... В нем вся я. Да, то есть я искренне, настоящая могу раскрыться полностью в этом танце, я полностью, мне дают, оно мне дает полную свободу на сцене. То есть я могу быть абсолютно собой. Собой, да, классно. Ну, поскольку сейчас ты работаешь по контракту в Египте, я думаю, что не только меня, но и всех, в принципе, любителей, и твоих поклонников, и вообще любителей в Элиденсе интересует, как долго ты еще будешь работать на контракте в Египте? Знаете, когда я первый раз приехала, тоже так хороший этот момент, у меня был контракт на две недели. Я приехала, и я им несколько раз, мне до сих пор, хозяин нашего заведения, с кем у меня контракт, он мне до сих пор напоминает, он говорит, помнишь ты, как говорила, я только на две недели приехала. Я говорю, я только на две недели приехала, я там уже третий год. Очень сложно сказать, что будет в будущем, да, то есть этого мне знать не дано. Но я... Ну а так, что бы хотелось, скажем? Что бы хотелось, вы знаете, до приезда в Египет я даже подумывала оставить именно танец живота как профессию, потому что это уже стала моей профессией на тот момент. Но с переездом в Египет я опять поменяла свое мнение, то что танцовщица может танцевать, оказывается, долго, потому что, ну как, чаще всего, там, годам мужик сорока, ну, профессиональная сцена, она уже закругляется. А в Египте нет. Так что вполне может быть, что я там задержусь, вполне. То есть в планах нету, я не планирую именно вот такое далекое будущее, что я вот там, я вот это останусь, там через пять лет я тут, а тут сделаю, нет. Но я, наверное, хотела бы еще потанцевать. Ну, я с тобой соглашусь, действительно, в России невозможно, наверное, танцевать до стольки лет, до скольки возможно танцевать в Египте. Это знаете, как Плесецкая говорила, ее спрашивают, а возможно, ну, у нее уже подходил возраст, и ее спросили, а возможно танцевать до 60-70 лет? Она говорит, возможно, смотреть невозможно, танцевать невозможно, смотреть невозможно. Вот, но, кстати, действительно, болидэнс позволяет женщине быть востребованной достаточно долго, да, в отличие от других направлений. Я соглашусь с тобой. И в связи с этим я еще хотела бы спросить тебя, понятно, страна тебя вдохновляет, Египет, а вот какие-то отцовщицы тебя вдохновляют именно на творчество, зажигают твой творческий потенциал, раскрывают его, может быть, толкают на какие-то новые свершения? Я, наверное, не только танцор, но я еще и очень, я хороший зритель, потому что я безумно люблю смотреть выступления. Я очень, я с удовольствием хожу на шоу девушек, я люблю посмотреть, получить удовольствие от качественного выступления. Кумиров нету, но есть танцовщицы, да, которые действительно меня вдохновляют. Одна из первых, самых любимых, ну, из первых, которые я увидела, это была Мария Шашкова, и есть моя муза, я ее безумно люблю, я безумно люблю ее творчество. Вот, я буду их просто перечислять, да, чтобы, очень люблю, и также из наших танцовщиц, кого я еще. Вообще смотрю всех, видела выступления наших педагогов, практически всех моих преподавателей, это Айда Хасен, Ирина Попова, многоуважаемая Елена Рамазанова, это же моя муза, и этот человек сыграл очень большую роль в моей жизни, в моей танцевальной карьере, за что я вам огромное спасибо. И если говорить о вдохновении, то есть у меня такого нету, что так, перед выступлением, мне нужно посмотреть что-то видео, чтобы вдохновиться, нет. Но есть любимые танцовщицы, это Дина, я ее безумно люблю, ее творчество, она меня завораживает просто. Я ее не с первого раза поняла, наверное, как многие, но на данный момент она занимает очень важное место в моей жизни, как танцовщица, как педагог, онлайн-педагог она скорее, потому что я очень много ее видео смотрела, очень-очень, иногда меня вдохновляют танцовщицы Золотого века, вот, тоже я очень часто просматриваю видео. А кто тебе больше всего нравится? Я думаю, ближе всего ко мне это Надя Гамаль, вот, сам Мия Гамаль тоже, мне очень нравится ее такой стиль, она вся такая, такая мягкая, там и балет, и классический присутствует, и вроде и шар, и, но она вся такая, в общем, непредсказуемая, мне очень нравится. Сухерзаки прям, ориенталь-ориенталь, такая, она вся такая, моя самая любимая, такой цветочек, она мне тоже очень нравится, многие, там, сейчас я вам, так, любимые мои, кто же у меня еще был любимый, Мона Эль Саид, боже мой, она потрясающая, она потрясающая, тоже такая, огонь, очень мне нравится. Ну, у меня, на самом деле, я не, как зритель, я не требовательный, как судья, наверное, да, как зритель, я не требовательный, мне главное получить удовольствие, а эмоции, а на сегодняшний день очень много, очень много хороших танцовщиц, которые действительно могут удивить меня, потому что, наверное, сложно удивить профессионального хореографа, вот, но все-таки удивляю. У меня такой еще вопрос, ну, не знаю, насколько удивить, вдохновить, вот у нас прошел гран-при, собственно, корону ты вручала на весь фестиваль, гран-при был, и у нас победила девушка Алика из города Подольск. Насколько вот тебе понравилось ли ее выступление, насколько ты впечатлилась ли этой победительницей? Мне очень понравилась Алика, потому что я сразу, она сразу выделилась из, я не хочу никого обижать, девочки на самом деле были хороши, на самом деле, они все прекрасно выступили, ну, естественно, кто-то, всегда кто-то бывает лучше, кто-то нет. Вот, Алика, она мне понравилась своей подачей, и она так уверен, она уверен от начала до конца, она вышла уверенно, станцевала уверенно и закончила уверенно, все было достаточно технично, самое главное, музыкально, и, в общем, уровень ее меня очень порадовал. Это действительно радует, то, что у нас есть такие девочки на таком уровне, это очень радует. Я соглашусь, действительно, я не была в судействе, но, так сказать, будучи главным судей и курируя весь этот процесс, я не влияя, естественно, на какой-то конечный результат, но я тоже отметила для себя, и мне было тоже очень приятно, что, в принципе, вся судейская линейка были единогласны. Мы все в один голос, да, единогласны, мы все сразу сказали. Да, ну и приятно, конечно, от тебя получить рецензию на ее выступление, действительно. Так, и вернемся к твоему контракту в Египте. Насколько это выгодно или экономически, так сказать, я понимаю, творчество творчеством, а жизнь есть жизнь. Как вообще происходит вот этот вот процесс заключения контракта, договор, насколько это сложно или легко работать в Египте именно по контракту, серьезно? Очень много нюансов, все не будем сейчас рассказывать, потому что займет очень длительное время. Значит, изначально, на тот момент, когда мне предложили этот контракт, у меня танец, он изначально был хобби, потом это перешло в профессию, вот. И, естественно, материальная часть очень-очень важна была на тот момент, да? Ну, как и да. И когда мне предложили контракт, то есть ради, ой, там оркестр, я поеду танцевать с оркестром, я бы ради такого не поехала никогда. То есть ради опыта я бы туда не уехала. Просто я знаю многих танцовщиц, которые вот чтобы просто ради опыта уехать в другую страну, оставить всю свою работу, всю свою семью, нет. То есть изначально это были, они меня пригласили на новогодние мероприятия. Естественно, сумма была соответствующая. Соответствующая, да. Соответствующая. Соответствующая, они согласились, я поехала на две недели, я приехала на две недели, и они мне сразу там же предложили второй контракт. Они говорят, а не хочешь ты задержаться ли? Я говорю, я поеду домой, а там уже подумаю. Я приезжаю в Россию, и доллар через какую-то неделю-две, помните тот момент, когда он был там 30, а потом 60, 70, я такая думаю, а что понять это? Ну еще какие-то моменты в жизни, они повлияли, поспособствовали тому, что... Вот тот момент сложилось, все пазлы так, что надо было ехать. Да, надо было уезжать. Вот я думаю, поеду я. Значит, так оно, домой и быть, да? Да, домой и быть, действительно. Они, я не знаю, как они меня нашли, скорее всего, после программы Аль-Ракиса, они через, ну я думаю, это несложно, на сегодняшний день в Facebook, они меня нашли. И вообще они долго мне писали, я долго отказывалась туда ехать, потому что Египет, ну, работы, когда у нас здесь полно работы, то есть финансы, да, это было очень важно, конечно. И вот после того, как доллары, значит, я туда переехала, к счастью, сейчас финансовое, именно вот это вот, то, что было раньше на более важном месте, да, сейчас уже отошло на второй план. Сейчас уже можно выбирать оркестр, получать удовольствие. Да, не только потому, что, ну, как бы, там тоже экономические в Египте сейчас, к сожалению, у них экономические проблемы, кризис и очень серьезный, но танец опять перешел немного на другой уровень. Вообще, Египет, переезд в Египет поменял очень многое в моей жизни и изменил меня, очень многое поменялось, на самом деле, очень многое поменялось. Поэтому вообще девочкам я бы посоветовала, если бы мы поддерживали друг друга в том плане, что некоторые очень сильно занижают цены, девочки все такие красивые, талантливые, достойные. И они, это мне, как человеку, который работает на контракте и которому иногда говорят, а вот там, а вот там, Маруся, она на том же уровне практически вот за абсолютно другие деньги работает. Надо поддерживать друг друга. Я согласна. У нас, в общем, ты работаешь на контракте в одной стране и там редко только на фестивале выезжаешь, девочки работающие, выезжающие. Сейчас очень популярное направление Китай. Я очень часто слышу, мне очень часто пишут. К сожалению, снизили уже цену до такой степени, что... Организаторы пишут, я отвечаю, я стараюсь помочь, и девочкам стараюсь помочь, но они мне не помогают, они себе же не помогают, потому что я... Да, мы за одну, за одни деньги хотим девочек отправить на работу, помочь им, а другие девушки очень занижают цены, поэтому вот такое несоответствие. Согласна, да. Все-таки действительно, если мы едем зарабатывать деньги, я так тоже считаю, в другую страну, и если мы ценим себя как специалисты, как профессионалы, и, скажем так, несем искусство в массы, неважно какой страны, я считаю, что это должны быть деньги адекватные. Конечно, 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 потому что костюмы, это все очень дорого стоит. Это труд, это, безусловно, хорошая танцовщица, она сделала себя не за два дня, это действительно пройденный путь, зачастую это из танцевального искусства каких-то других направлений, то есть ты себя строил на протяжении какого-то длительного периода и выстроил, наконец, чтобы создать вот этот вот образ и вот этот вот уровень, и, конечно, за этот уровень нужно платить. Да, ну, вот еще девушки иногда пишут, ну, мы хотим просто ради опыта приехать, просто ради опыта приехать, это тоже вы должны уважать свой труд и ценить себя. Да, просто ради опыта не надо переезжать в другую страну, и это же не просто приехал там на какие-то курсы и уехал, нет, мы сейчас не об этом говорим. Это вы переезжаете жить, проживать в другую страну, поэтому это все нужно аккуратно, нужно все проверять, особенно арабские страны, это все нужно проверять. Это очень серьезно наказуемо, если нету каких-то документов, то есть это нужно все тщательно-тщательно проверять, если вот говорить о контракте. И вот, будучи, находясь в Египте, ответила ли ты для себя на такой вопрос, что это такое арабизм? Меня долго, очень долго мучил вопрос, потому что мы, когда только начали ходить на курсы по повышению квалификации по танцу живота, там очень постоянно говорилось арабизм, арабизм, заглядывая в прошлое, думаю, что же такое вот это арабизм? Как же, что это такое? Как это движение выглядит? Да, покажите нам. Чтобы быть арабичным, покажите нам его. Наверное, какого-то определенного термина нету, что такое арабизм, это все, мне кажется, исходит более глубже, это культура, традиции, обычаи, их обыденная жизнь, и вот из этого всего, естественно, это влияет все на танец, какой народ, такой и танец. Такие обычаи, так и движемся. Арабизм — это, я даже не знаю, как правильно ответить, именно в танце, это, наверное, иск, так как это очень эмоциональный народ, мы более зажатые, они более открытые, и они более искренние на сцене. То есть вот это вот, и то, как они показывают свои чувства, свои эмоции, как они вживаются в музыку, это они и есть музыка. И мне кажется, вот это слышание этой музыки, как они расставляют акценты, мне кажется, вот это все, это и есть арабизм. Искренне, быть искренней, настоящей на сцене, даже не знаю, что еще добавить. Ну вот, по своему ощущению, присутствует ли в тебе вот этот арабизм? Я думаю, сейчас, на данный момент, он входит в процессе, да, потому что я все равно не до конца, во-первых, язык играет очень важную роль. Нас на программе все время спрашивали, они говорят, ну такие вопросы провокационные, говорят, а вот какая разница между вами и египтянками? Я говорю, у них очень большое преимущество, они знают язык, очень большое преимущество, потому что язык знать, это очень важно, чтобы быть арабичной. Вот она выйдет, арабка, и скажет с таким одним единственным жестом, и наши бы сказали, какая она арабичная. Она просто что-то скажет на своем языке и покажет какой-то жест такой. Так, сопровождающий небольшой. То есть, это, наверное, вот оно и есть, знание языка очень важно, очень важно, очень помогает. То есть, я постихонечку сейчас отвечаю на ваш вопрос, учу арабский язык, я их стала понимать больше, и чем дальше, тем лучше, и вот этот опыт с моим оркестром, то есть я, наверное, иногда они мне, у них есть такой район, Чопра называется, там живут более бедные, как сказать, слои населения. Да, и у них разговор тоже такой более, как они говорят, балади, да, более такой деревенский, да, так скажем. Хотя это в городе, и это очень... Более простой, незамысловая. Да, то есть, мне иногда музыканты говорят, когда я с ними ругаюсь, я уже когда злая, трясусь, и говорю, да нет, вот так. И на арабском что-то говорю, они мне говорят, да ты из Чопры, ты вообще не из России, они говорят, ты египтянка, ты из Чопры, все. Да, то есть, я думаю, сейчас он уже входит в процессе. Вот мне лично кажется, все-таки, вот хоть ты и сказала, что египтяне более открыты, более эмоциональны, а вот мы более закрыты и менее эмоциональны. Мне кажется, все-таки твой танец, он для него характерно как раз больше экспрессии, если даже сравнивать с египетскими танцовщицами, больше экспрессии, больше открытости. Вот есть ли разница в восприятии вот именно арабскими зрителями тебя и вот египетская танцовщица? Мне кажется, все-таки египтяне, они, может быть, в каком-то сексуальном плане, они, может быть, более откровенные, а у тебя больше экспрессии и вот этой вот эмоциональной подачи. Вот как они относятся именно к твоей подаче, к твоему вот такому экспрессивно-эмоциональному танцу? Я, когда в первые дни только приехала, значит, вышла, я работала в Кабаре, это были мои первые-первые выходы, значит, на египетской сцене. Я очень хорошо помню этот момент, когда гости просто не успевали за мной, так разворачивались. У них, мне кажется, голова закружилась. Я, когда после выступления моего первого зашла к нашему руководителю, он такой, он так на меня смотрит, он говорит, а ты можешь помедленнее танцевать? Я говорю, ну почему, а что-то не так? Он говорит, не-не, все потрясающе, он говорит, просто гости, они не успевают переварить вот это все. Он говорит, it's too much. Это он мне сказал в первый день. Через неделю он мне говорит, Оксана, не останавливайся, вот как ты танцуешь? Он говорит, так и танцую, все в восторге просто. Они, ко мне они привыкли. И наши постоянные гости, они теперь требуют от всех вот такого. Вот этого вот. Да, да, вот все, да, но я думаю, что я все равно успокоилась с того времени и по характеру, и вообще сама поменялась немножечко, и они меня все равно чуть-чуть успокоили. Вот не они, а жизнь, вот эта вот размеренная жизнь, это все равно влияет. Реагируют они очень хорошо на иностранок. Я думаю, что мы, иностранки, внесли все равно свою, так сказать, роспись очень большую, жирную. Мы внесли это, начиная, как мне кажется, это в Египте именно, это очень с Китти, которая была из Армении, очень известная. У нее более экспрессивные такие танцы, вот начиная с того времени и до сих пор. Мне кажется, еще и интернет тоже играет роль, потому что все-таки люди не все могли себе позволить из Египта поехать в другие страны и посмотреть, как там танцуют, да тот же самый бэли-дэнс. А поскольку сейчас интернет нам всем в помощь. Они очень стали смотреть на технику, что радует. Они могут понять, что вот она вот лучше танцует, чем. Они не могут объяснить это терминами, что так, техничные, это они, вот им больше нравится. Принципы лучше, да? Да, но, конечно, бывает очень часто, что они говорят, как они выражаются, ну, типа, крови нету, вот они, души нету. Бывает, что технично, но холодно. Да, 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 не хватает крови, да. Хорошее, кстати, выражение, крови не хватает. Классно, мне нравится, возьму себе на заметку. А вот скажи, пожалуйста, вчера у нас в рамках Азис-фестиваля прошел танцевальный спектакль «Солнце Востока». Это был не кабаре египетское, это был не ночной клуб, это была сцена, фестивальная сцена, большой зрительный зал. Вот как тебе зрители фестивальные, на Азис-фестивале, что, какие ощущения, как они восприняли? Вообще, фестивальные зрители, они очень благодарны, потому что они уже приходят на танец живота. На тебя. Ну, на всех нас, да, на артистов. То есть, если бы это был зритель просто как в клубе или в ресторане, в нашем, ну, немножечко другой, они не готовы, они пришли просто покушать, а тут, ну, заодно. А зрители, которые приходят на концерт, они же, они очень благодарны, и мне не хватало большой сцены очень, я прям соскучилась. Понравилось тебе, да? Столько места, да, мне, да, мне очень понравилось. Это театр, это все равно, я соскучилась по большой сцене, и зритель был очень теплый, я всех благодарю, очень благодарны. Я прям получила массу удовольствия, действительно, я очень рада была потанцевать на такой теплой сцене, где были все, как, вот, все были свои. Как семья, творческая семья. Как семья, да, действительно, мне очень понравилось. Да, мне тоже очень понравилось, на самом деле, конечно, твое выступление, мы вчера снимали немножко, так сказать, прямого эфира, и получили массу удовольствия. Еще национальные танцы мы успели потанцевать, это было просто потрясающе. Да, 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 вчера был у нас такой, да, концерт замечательный с импровизацией по ходу пьесы. Он когда забежал, я прям думаю, все, ладно. Вот кровь-то, она и побежала сразу в нужное русло. Да, вот действительно, действительно, я услышала эту музыку, и у меня прям все внутри, и вот так вот думаю, вот клево. Класс, класс, да, было, конечно, действительно здорово. А вот, в принципе, если взять твое творчество, где тебе больше нравится выступать? Ну, понятно, что изредка вот эта большая сцена соскучилась по такой большой сцене, театру, вот эти много света, какие-то еще вот экраны, видео, ну, такая вот все-таки больше такого антуража, искусства. А, в принципе, какая площадка тебе больше нравится? Сцена, театр, ночной клуб, свадьбы, т.д. Ну, то есть, это же все разные жанры, можно сказать, все равно по-разному. Ну, конечно, это абсолютно разные. Допустим, я люблю сцену, я люблю театр, я очень люблю танцевать на большой сцене. Но, кратко расскажу, как в Египте все происходит. Там есть ночные клубы, это кабаре, ночные клубы, есть дискотеки, есть свадьбы, а есть лодки. Вот сцены в этих всех местах разные. Если говорить о работе на свадьбе, то сцена красивая, там все освещено, столько цветов, музыканты сидят. Но на свадьбе потом не растанцуешься, потому что после первого ми-жансе все люди заполняют сцену. И ты с ними танцеваешь? Они хотят танцевать, это свадьба, да. И я с ними тусю. Тусю, да. То есть, они все танцевать хотят, это же свадьба. И там веселье начинается. То есть, можно потанцевать только ми-жансе и в конце закончить финал. Когда они уже все устали, да, и ты наконец-то... И ты не устали, певец говорит, пожалуйста, смотрите нам сцену. Вот. На дискотеках там нет сцены. Это маленькие какие-то площадочки. Они иногда делают маленькую такую, вот как этот столик, сцену метр на метр. И песни, там нет оркестра, и песни попса, в общем. А то и стрит-шаби. Ну, тоже особо... Мне нравится, потому что зритель благодарен. Они все так радуются, они все так кричат. Очень нравится мне там танцевать, но именно удовольствие от своего выступления, то есть, все показать. Нет, там это невозможно. На лодках, это там достаточно большая сцена. То есть, там можно именно такое удовольствие получить от работы с оркестром, станцевать полную программу, час, а то и полтора. Можно. В ресторанах, вот. У них рестораны еще есть, но это рестораны со сценой, с живой музыкой, и люди приходят именно смотреть программу. То есть, мне, наверное, нравится больше... Так, целевая уже аудитория. Да, да. Наверное, вот только хотела сказать, что мне, наверное, театр нравится, потому что зритель приходит смотреть именно на, да, а не так, что, между прочим. Между десертом и салатом. Все-таки на дискотеках, в клубах это все... Все-таки твое начало, это искусство на народные, национальные танцы, это дает о себе знать, и, да, ностальгия по сцене, она есть. Я согласна с тобой, мне тоже так же. Следующий вопрос, который бы я хотела тебе задать, это сегодняшний восточный танец, боли-дэнс, он развивается, меняется. Вот, в принципе, что тебя расстраивает в сегодняшнем боли-дэнс, а что наоборот радует? Это не... Там, я не говорю о технике, а вот вообще, в принципе, возьмем такое понятие, как боли-дэнс. Вот, что у тебя как-то вот немножко... И что? Вы знаете, вот есть мадам Ракьяхасан очень часто говорит одну фразу, я ее часто цитирую, она говорит, если вы испортите мой танец, приеду в вашу страну и испорчу ваш танец. То есть, меня расстраивает, когда девушки уходят... Я не говорю о фьюжн, это просто стилизация и стиле танцев. Нет, они когда танцуют шархи, допустим, тот же... Возьмем... Бывают такие случаи, когда они танцуют классическую песню, да? То есть, они уходят абсолютно так далеко от истоков, от оригинала настолько, что они действительно портят танец. Это очень расстраивает. То есть, мне бы хотелось, чтобы они и... Я не говорю, что они должны быть, вот как танцевали лет 30-40 назад. Нет, время идет, все меняется, музыка абсолютно. Мы меняемся, время меняется, да? И танец тоже идет в ногу со временем. Но все равно нужно придерживаться истоков, нужно быть ближе к оригиналу, стараться это делать так, как это должно быть. И вот когда они... Уважать чужую культуру. Конечно, конечно. И если мы уже проникли туда, то нужно вникать в суть, вот, и показывать это так, как должно быть. И когда они вот это все портят, это расстраивает. А что радует? Что радует? Радует многое. Радует успехи, радует рост, радует то, что столько людей занимается танцем живота. Это действительно радует, когда приходят на мастер-класс 150-200 человек в Аргентине, это очень радует. 600-800. 600-800, да, на больших фестивалях. Ну, я имею в виду, там, бывают каждые дни разные студенты, то есть очень много людей. В Китае говорят ей тысячу человек, в Китае. Это очень радует, что наш мир, бейли-данс, охватил весь мир просто. Да, на самом деле, вот я хочу сказать, арабам вообще реально повезло. Их танец танцует весь мир. И вот, ну, как вот, я, например, считаю, что вы говорите там арабский танец, да? А мне кажется, это даже не то название. Мне кажется, надо говорить, что это женский танец. Женский танец. Танец женщины. Потому что женщины всего мира танцуют. Точно, я с вами полностью согласна. Реально, вот русский танец не танцует же во всем мире. Нет, ну, вот, например, когда я тоже работала в контракте, по контракту в Японии, у меня были ученицы из школы японского танца. Они просили меня научить их русскому танцу. Но это вот маленькое такое вкрапление. А тут просто этот женский арабский танец, он проник в нашу культуру женскую. Представляете, через какое-то время это вот... Вообще потрясающе. Это такое реально уникальное явление. Здорово. Действительно. Я им часто самим, им же так говорю, говорю, вы знаете, сколько во всем мире людей танцуют, танят живота? Так кто меня спутит, говорит, много? Много. Все танцуют танец живота. Да, да. Все женщины. Все женщины. Точно, точно. Кто не танцует, тот хочет танцевать. Да, он еще только на начале пути. А как ты относишься вот к тем, кто не занимается на мастер-классах, там, не имеет каких-то педагогов, не посещает школы, а так, ну, самоучка? Нет, ну, вообще я сама самоучка изначально, потому что у меня не было педагогов, я занималась сама, и мне казалось, что я потрясающе танцую. Как я к ним отношусь? На данный момент, когда я смотрю записи тех времен, я бы себя поругала очень сильно за то, что я не ходила на занятия, не брала мастер-классы. Я себя до сих пор ругаю. Когда я приехала на Аль-Ракису, секрет был, ну, ладно, расскажу. Когда я приехала на Аль-Ракису, потому что стыдно об этом рассказывать. Я приехала на меропри... Я приехала, и, значит, на девочке мне не дадут соврать, которые там были. На третий или четвертый день нам нужно было выступить просто перед нашими там режиссером, Диной и жюри. Они поставили музыку, я как вкопанная стою. Дина на меня смотрит, и говорит, типа, танцуй. Я ла. Не могу, и все, они мне классическую песню поставили, и из-за того, что даже на тот момент это уже... Я уже... Это было практически недавно, это все, потому что я не посещала мастер-классы, у меня было мало информации об этом. То есть я работала в Москве, я тогда работала именно в ресторанах, был такой ресторанный уровень. Российские рестораны, это же не... Да, это разные. Да, вы правы, российский ресторанный уровень. На данный... На сегодняшний день, в принципе, в ресторанах даже ресторанный уровень другой стал. Вот за последние буквально три-четыре года очень большой рост, что очень радует, действительно. Поэтому самоучки, это все хорошо. Это прекрасно. Но я советую... Я советую всем посещать мастер-классы, слушать побольше музыки классической, переводить песни. но мастер-классы, это вообще... Перед нашими педагогами я снимаю шляпу, которые привезли, подали, рассказали нам об этом прекрасном танце, который правильно преподнесли, которые... как вы, как Елена Османовна и все наши педагоги. Действительно, большое вам спасибо. Нам нужно их ценить и еще больше получать информацию и все так забирать, забирать туда, сюда, везде. Обязательно. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя в рамках Ази-фестиваля прошли два мастер-класса. Я понимаю, что у тебя очень плотный график в связи с твоим контрактом и, к сожалению, не могли тебя получить на весь период проведения фестиваля. Вырвали вот эти вот два дня, которые очень насыщенные получили для тебя прямо вот с аэропорта ты на ковровую дорожку. Скажи мне, пожалуйста, вот эти вот два мастер-класса, которые ты дала после такого достаточно долгого перерыва отсутствия в России, есть ли разница вот в восприятии учениками и вот ученицами вот тогда, когда ты уехала и сегодняшний, вот ты сегодняшний уровень российских учеников, вот который ты увидел на Ази-фестивале на твоих мастер-классах? Разница, безусловно, есть. Есть, конечно. Во-первых, девочки как будто бы... Мне кажется, они больше учиться начали. Это по вопросу самоучков, да? Да, да. То есть уже меньше самоучек. Меньше самоучек уже не теряют время. Потому что раньше, если мы тратили время, вот, раньше, если мы, я тратила время на объяснение технических моментов исполнения движения, технического исполнения движения, то сейчас этих вопросов абсолютно нету. То есть, наоборот, они спрашивают последовательность движений, схему, какие-то эмоциональные... Манеру, манеру, вот, а технически нет. То есть они практически все движения повторяют сразу. Потрясающе, да, подготовка очень хорошая. Здорово. Мне тоже очень понравилось, на самом деле. Во-первых, большое тебе спасибо за эти мастер-классы. На Альбас фестивале были потрясающие мастер-классы. Один мастер-класс был с новой музыкой из нового твоего выпущенного альбома. Вот делаем рекламу твоему новому альбому. Пожалуйста. Welcome, что называется. Действительно, очень красивая музыка. Очень ждали, когда твои музыканты запишут. Прямо вот, 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 да. Ну, дождались, все хорошо. Вот. Будем радовать этой музыкой всех поклонников Belly Dance. Я думаю, что вскоре разлетится твой альбом по всему миру. Да, да, скоро. Вот. И большое тебе спасибо за такие замечательные мастер-классы в рамках Ази-сестиваль. И сразу тебе такой вопрос каверзный. Ну, мы же ждем тебя на 17-й Ази-сестивале. На самом деле, мне очень понравился фестиваль, буду говорить честно. Организация, ну, по факту, организация на высоком уровне. Очень тепло встретили, хорошо покормили, накормили и кормят до сих пор. Учитывая все эти факты, я думаю, что... Скорее всего, да, чем нет. Да, мы тоже все, и вся наша команда педагогов действительно очень ждем тебя на следующий год и, возможно, уже с новым альбомом. Дай бог, да. Да. Вот. и еще такой вопрос по поводу техники. Тебя порадовала техника наших девочек, а нас радует твоя техника. Да. Конечно, твоя растяжка, вращения сумасшедшие, но технические твои фишки, это, безусловно, они твой конек, ты ими нас радуешь, шокируешь, восхищаешь. Вот были ли у тебя вообще сложности вот с освоением техники, вот в принципе, чтобы дойти вот до такого уровня, и были ли у тебя проблемы со здоровьем, потому что все вот эти технические сложности, они как бы не просто так, это же определенная физика, и эту физику надо напрягать, чтобы это все делать. Именно с освоением техники проблем не было изначально. То есть это давалось легко и осваивалось достаточно легко? Сразу же, я думаю, потому что за спиной многолетняя работа с национальными танцами, поэтому это далось легко, но проблемы со здоровьем были, потому что изначально я у нас в народном ансамбле мы брали уроки классического балета, но этого было недостаточно, как я сегодня понимаю, этого было очень мало, то есть это было только для разминки, для разогрева. У меня до сих пор есть проблемы с позвоночником и с шейными, в шейных позвонках и спинным, да. Но балет мне очень сильно помог. С тех пор, как я начала заниматься профессионально с педагогом, брать индивидуальные занятия, у меня меньше начала болеть спина, шея, то есть мышечный каркас, вот этот, он стал держать мой позвоночник, то есть еще раз, конец вопроса. Были ли вот эти вот проблемы со здоровьем, и, ну, я так понимаю, что были, да, и есть, вот стоит ли вот эти вот технические сложности, практически трюковые, стоит ли того? Стоит ли? Статанец стоит многого и очень дорогого, поэтому для меня, для Оксаны, да, стоит, я на этом останавливаться не собираюсь, то есть, я буду развиваться еще дальше, еще больше, и развивать... Совершенствуй свой танк. Конечно, нет предела совершенства, совершенно верно, то есть, это того стоит, и, то есть, нужно все делать правильно, с тех пор, действительно, как я начала заниматься, не просто вот, а давайте я буду делать там 300 полив, а отношения именно к этому, любить свое тело, любить себя, и все движения правильно делать, конечно, стало гораздо лучше, у меня болей никаких нету, и я делаю, как мне советовали, и я советовала с докторами тоже, и перед выступлением, и после выступления, растяжку, не просто растяжку, а именно на 10-15 минут. Хорошую, да. Всем советую, девочки, это помогает, боль все с ним, как рукой снимают. Ну, и, в принципе, ты вот, я хотела как раз спросить, но ты уже предварила мой вопрос, по поводу, имеет ли смысл обладевать какими-то, вот именно основами хореографии, для того, чтобы освоить бэлли-дэнс. это из канала, вы заметили, как я часто говорю о классическом балете, вообще образование нужно, нужно быть, академическая, это база, это база, да, это основа, это основа танца, и поэтому это знать нужно. Некоторые говорят, а вот, если я буду заниматься балетом, он испортит мой арабизм, ничего не испортит, и профессиональный артист будет до конца профессиональным артистом, он будет разделять одно от второго, то есть, это никак не мешает, это только помогает, и даже выражения будут правильными, термины мы будем употреблять правильными, потому что в танце живота немножко у нас нету писанных терминов и писанных законов. Хотя, в принципе, термины для любого вида танца, они, в принципе, международные, они классические. Ронды есть ронды, батманы есть батманы, бадебуре, жт, жт, бадебуре, да, совершенно верно. Еще у меня такой вопрос, у тебя есть опыт участия на телевизионном шоу, вот, не каждый может похвастаться таким опытом, что тебе дало это вот в твоей карьере, может быть, в твоей личной жизни отразилось как-то? Это шоу полностью перевернуло мою жизнь. Полностью. То есть, с тех пор, как я попала на это шоу, моя жизнь поменялась кардинально. Я думаю, и вместо с ней, и я, с жизнью, естественно. Советуешь ли ты, если вдруг кому-то такой шанс? Девочки, вперед! Конечно, советую, конечно, потому что на тот момент многие сомневались, некоторые девочек взяли, они не поехали, я думаю, они сейчас жалеют. это такое потрясающее, такая потрясающая возможность, во-первых, увидеть Египет во всей красе, так сказать, парадный Египет. И я не скажу, что с нами занимались все лучшие педагоги, да, мы как-то сами там справились, но дело даже не с этой стороны, не со стороны танцевального опыта, а именно скорее жизненный опыт. Мы все девочки жили все в одном отеле, с нами постоянно, конечно, не без казусных моментов, но это было потрясающе. И даже брать не только наше нахождение там, да, а вообще как сама программа повлияла на мою судьбу. Были какие-то предложения по контрактам? Ну вот, я же, они на меня вышли как? Они после телевизионной передачи, они меня узнали. Ко мне пришла популярность, так скажем, да, известность какая-то. То есть до программы я, вот как я ранее сказала, что я планировала закончить вот эту ресторанную танцевальную карьеру, да, то есть у меня был бизнес какой-то, и я думала, ну, это будет как хобби, да, не профессия. То есть а программа опять все перевернула на обратно. Да, вот наша жизнь непредсказуема, действительно, планировать намного лет вперед очень сложно, потому что бывают такие очень интересные встречи и повороты судьбы, которые меняют нас. А вот если говорить об обычном дне, так вот, не то, что вот так вот меняют, а так обычный день, который у тебя проходит. как он проходит? День Оксаны Базаевой. Я работаю каждый день без выходных в Египте, но если у меня одно только шоу, это бывает редко, но я его называю выходным днем, потому что только одно шоу, и оно под утро, то есть я целый день свободна. Я стараюсь в свои выходные дни заниматься балетом классическим, опять-таки, то есть я не могу, я не тот человек, который будет сидеть на доме в том же месте, мне кажется, любая минута, когда я ничего не делаю, это даже плохо, мне кажется, что потерянное время. И меня мама за это постоянно ругает, она говорит, ты можешь полежать просто? Ну, я лежу там, читаю, допустим, и потом у меня такой миг, там я забыла костюм надо дошить и бегу, да, то есть я стараюсь заполнить свой день, то есть если я знаю, что я завтра ничего не делаю, конечно, уход за собой любимый, естественно, потому что это 60-70% успеха внешность, я занимаюсь этим постоянно, то есть я люблю всякие косметические, процедуры, да, ходить, массаж, вот у меня есть свой массажист, в Египте я нашла массажиста, который приходит ко мне домой из Украины, вот, которые, вот, возвращаясь к здоровью, вот массаж мне еще тоже очень сильно помогает, то есть снимает всю боль, все напряжение с мышц, то есть у меня день проходит так чаще всего, то есть с утра я просыпаюсь, делаю свои какие-то домашние процедуры, потом я делаю массаж, и если есть свободное время, я вызываю своего педагога домой, вот, я раньше занималась еще арабским языком, но сейчас прям, ну, нету столько времени, потому что на него уходит там два-три часа, нам нужно сидеть, пока мы все распишем, выучим, столько времени нету, вот, я люблю кино, но в Египте, в Египте некуда ходить, там очень мало, на английском языке я не могу смотреть пока что фильмы, потому что американский, английский я не так хорошо понимаю, вот, еще учить языки тоже отнимает время, в общем, такого определенного расписания у меня нету каждодневного, все равно так или иначе получается день направлен на какое-то все равно творчество, либо музыка, либо с костюмом, музыка всегда, музыка присутствует, и себя, конечно, любимым, понятно, еще хотелось бы узнать у тебя, какие качества у танцовщицы должны быть, чтобы она могла стать успешной, вот что ты думаешь поможет ей именно я думаю трудолюбие, трудолюбие, чтобы стать успешной, ой, это трудиться, трудиться, это столько, даже не знаю, но это очень важно, это играет огромную роль, когда он трудолюбивый, дисциплинированный, удачливый, вот, вообще успех это такое понятие, то есть вот я смотрю на действительно успешных людей не минуты свободного времени, я не понимаю, как они это все делают, может кто-то за спиной стоит и говорит, иди, тебе надо вот сейчас вот это вот делать, сейчас надо вот это вот сделать, мне кажется, в моей жизни не хватает такого человека, вот, я не ленивый человек, но у меня все как-то вот так вот происходит, я творческий человек, да, ну, каждому свое, да, но очень, дисциплина, это очень-очень важно, там, встал, какой-то режим должен быть, какое-то расписание должно быть, это все очень важно, вот, Азис фестиваль открыл в твоей, вот, в твоей творческой карьере, скажем так, некое возвращение на российскую землю, на фестивале, вот, сейчас, у тебя будет следующий фестиваль в Украине, вот этот вот, так сказать, возвращение, на... Чем я очень рада, это вот с чем связано, немножко проще с контрактом, или вот с чем по прошествии некоторых лет мы тебя все-таки имеем возможность видеть здесь? Есть несколько факторов, прежде всего, это, естественно, мне нужно какое-то дополнительное развитие, как педагога, и как... Это тоже тренировка для меня, естественно, мне нужно, я поняла, что мне нужно выезжать, обратная связь, обязательно, я уже три года без... практически без выезда нахожусь там, и мне иногда кажется, что я схожу с ума, просто... Это... Я привыкаю уже к их менталитету, но все равно мне тяжело там постоянно находиться, то есть мне нужно общение с другими людьми, и, естественно, с нашим русскоговорящим народом мне очень приятно. Да, согласна, все-таки. Еще сыграл немало, это немаловажно, экономический кризис тоже. Нет, смотрите, раньше мне было невыгодно, вообще невыгодно выезжать, то есть я теряла, сейчас тоже теряю, но раньше я теряла такую... Почему? Да, сумму, а сейчас в связи с тем, что у них... Не так все здорово. Да, да не так, к сожалению, как раньше, то есть мне уже гораздо... Проще. Да, проще выезжать, то есть я уже не с такой душой бы ехать, не ехать. Ну, я же не могу порадоваться, конечно, за их экономический кризис, откровенно, но где-то внутри. Зато у нас есть теперь такая возможность тебя здесь зритель. Вот, и надеюсь к следующему году он не закончится. я уже ступила на этот путь и мне кажется обратно, потому что мне этот... Раньше, вы знаете, мне это не очень, наверное, нравилось, потому что может и возраст, и в голове все что-то другого, а сейчас я вижу, вот я сейчас, они хореографии выучили, сами танцевали, мне такая... Они выучили, да, то есть мне так приятно, я еще, я хочу им больше давать, еще что-то сделать, то есть раньше было это не так здорово. Да, на самом деле и девочки тоже отмечают, что несмотря на то, что ты юная такая, юный педагог и юная все равно танцовщица, они прям видят в том, что педагог радуется за них. И искренне радуются, мне так приятно, да, и я думаю, я еще, я продолжу, то есть обратного пути уже нет. Здорово. Ну и вот в заключении нашего такого интервью я хотела бы последний вопрос тебе задать. Есть ли у тебя вот, может быть, какой-то фестиваль, может быть, какое-то выступление, которое бы тебе заполнилось совершенно какими-то самыми яркими, потрясающими впечатлениями, эмоциями, именно которые ты получила на сцене? Вот тот вот инсайт, который какой-то когда-то у тебя случился на сцене? Вот я сейчас вспоминаю, какое же выступление было с таким самым ярким. Наверное, одно, одно именно выделить я не смогу. Ну так, одно из, скажем. Одно из, сейчас я вам скажу. Наверное, одно из самых ярких выступлений это было все равно в Каире. Да, потому что буквально недавно, несколько месяцев назад мы выехали из Каира, мы поехали, город называется Таба. Вот почему мне запомнилось. Мы танцевали на сцене, которая была между морем и гора, там горы, море, там граница видна и Ордания, Саудовская Аравия и Израиль, то есть сказочно красивое место на открытом воздухе с оркестром. Это публика, которая разговаривала на нескольких языках. Это было, да, вот я сейчас вспоминаю, у меня мурашки, это было потрясающе. Зритель стоял на ушах просто, там мы выступали, я там два раза выступала, но последнее выступление было гораздо ярче с певицей, известная певица Шерин, вот, у нас с ней вместе был концерт, это было потрясающе, наверное, одно из самых таких запоминающихся выступлений, да, это было очень красно. И я всем хочу сказать, что сегодняшнее интервью я провела по просьбе такого паблика, как послушано Бэли Дэнс, и в связи с этим хотела еще спросить, какие у тебя пожелания подписчикам этого паблика, и, может быть, какие-то, не знаю, наставления, пожелания, несколько часов от Оксаны. Это будет послание не всем женщинам мира, а именно танцовщицам, потому что этот паблик читают танцовщицы и танцоры. Девочки, что же вам пожелать? Дисциплины побольше, именно вот пожеланий, ну, успехов, наверное, и чтобы удача сопутствовала вам, это очень важно, и карьерного роста, это очень важно, когда артист востребован, то есть нету зрителей, нету нас. Я желаю вам, чтобы у вас были всегда зрители, которые будут восхищаться вами, неважно, это дома, на сцене, всегда были люди, которым вы нужны, искренне. И что касается именно танцев, нашего танца, я бы хотела попросить, наверное, чтобы мы все вместе, конечно, это невысокое искусство, пока что, это наш танец все равно, он такой приземленный, да, более такой, пока что, кулуарный, женский, женский, да, но чтобы мы добились того, чтобы он был, он заслуживает место быть на большой сцене, и давайте все вместе, достойного отношения, достойного отношения, да, давайте докажем, покажем, что он заслуживает такого отношения, да, все вместе. Я с тобой согласна, вот уже 16-й Азис фестиваль, и на каждом фестивале я пытаюсь всем людям, не знаю, доказать, показать, представить, так сказать, наш танец в самом лучшем свете, чтобы он был востребованным видом искусства, которое способно восхищать, поражать. Достойного восхищения. Да, да, я с тобой согласна. Спасибо вам, дорогая. Оксаночка, приветствую тебя еще раз на нашей Санкт-Петербургской земле, Азис фестиваль, welcome, Оксана, еще раз на наш фестиваль, и, конечно, хочу тебе подарить цветы от наших зрителей, твоих поклонников. Спасибо большое, Наталья. Люблю, целую. По-египетски. Спасибо вам большое. И спасибо тебе большое. Мне тоже было очень приятно с тобой сегодня здесь пообщаться, и, конечно, была рада видеть все у нас на фестивале. Спасибо большое.